В России почти 15 миллионов юных граждан сегодня принимают поздравления с Днём Знаний. Ну, кто-то рад, начало учебного года больше, кто-то меньше, но и тем и другим учиться с этого года, возможно, станет интереснее. Школы в нашей стране заметно меняются, время диктует свои условия. С этого года, например, станет обязательным изучение второго иностранного языка с пятого класса. Учебники будут дублированы электронной версией, в некоторых школах появятся специализированные классы, где будут обучать основам профессии, медицинские и инженерные. В целях безопасности вводят электронную идентификацию по отпечаткам пальцев. Ну, вот так, например. Заработало и пошло. Кстати, в ряде школ таким же образом можно будет безналично оплатить завтрак. В общем, школы сейчас даже при наличии образовательных стандартов очень разные и по программе, и по затратам родителей. На праздничной линейке в самой дорогой московской школе сегодня побывал репортер «Анатомия дня» Александр Терёхин. Досуг учеников этой элитной рублёвской школы расписан едва ли не по минутам. Иностранный язык с личным педагогом, физкультура в тренажёрном зале, небольшой кофебрейк и снова за работу. Это вокал, театральное искусство, это хореография, это мини-гольф. У них и формата, дизайнерские костюмы, сшитые по спецзаказу. Практически всё, как у родителей. Вот и мечты о будущем у этих детей звучат, словно и не мечты вовсе, а обычный бизнес-план. Хочу стать дизайнером, в общем, или адвокатом. Я хочу поваром стать и за компьютером работать. Для Сони из маленького посёлка в Ярославской области этот день точно стал событием. На всю школу она единственная первоклашка. Вот и обращаются с ней, как с маленькой принцессой. Говорят, даже за единственную на всю округу компьютером разрешили немного посидеть. Вот и сбылась одна мечта. А для учениц этой школы даже на 1 сентября никаких послаблений. Должно быть аккуратно по вот этой вот черту, чтобы не заходило одеяло. Конечно, порядок тут особый. Армейская дисциплина объясняется просто. Девочки, воспитанницы пансиона, Министерства обороны, будущий кадровый резерв российской армии. Вот и на 1 сентября здесь не линейка, а торжественное построение. Летом я была в тундре, кослала, помогала матери и отцу. Они не носят школьную форму. Национальные костюмы народов Крайнего Севера. Вот подходящий наряд для торжественной линейки в Заполярье. Для того, чтобы пройти в наш чум, нужно сначала пройти обряд очищения. Для детей кочевых народов эта школа в Аскарке едва ли не единственный путь в цивилизацию. Их и на первую линейку-то доставляют вертолетами, потому что оленями сюда не добраться. Вокруг вечная мерзлота, а впереди светлое будущее. Учителя обещают им насыщенную учебную программу. Праздник первой птицы, праздник первой рыбы, день оленевода. Сегодня здесь был урок мира и детям оленеводов показали разные диковинные страны. Видимо, такие, о каких рассказывали друг другу будущие дизайнеры, адвокаты и бизнесмены на другом конце страны. Летом я отдыхала в Испании, три раза ездили на море, потом ездили в Исландию. И похоже, тема сочинения «Как я провел это лето» впечатлила ребят гораздо больше, чем сегодняшний первый звонок под аккомпанемент музыкальных знаменитостей. Александр Терехин, Глеб Филиппов, Карина Махудинова, Илья Филиппов. Анатомия дня.